Вот я в это время, ну как и все время, я жил в Москве, и я помню, какой был у нас у всех жителей Москвы просто шок, когда говорили, что вот Ельцин приехал в магазин, Ельцин проехал на метро, Ельцин стал общаться с людьми, этого было совершенно не принято. А как люди реагировали на то, что вот вы могли прийти в магазин, могли поехать в общественную тракту? Как реагировали на вас, вот, горожане в Москве? Видите, у Москвы тогда было несколько крупных проблем. Первое, конечно, это социальная сфера, строительство жилья, школ, детсадов, больниц, поликлиник. Второе, это лимитчики. Третье, это вынос старых, загрязняющих в Москву заводов из Москвы. Четвертое, транспорт общественный. Я из Свердловска часто этим пользовался, ездил на трамвае, на автобусе. Там к этому привыкли, в общем-то, не особо обращали внимания. Ну, едет, едет, первый секретарь, значит, так надо, значит, ему надо, ну, и все. Ну, вступали в разговоры, конечно. А автографы брали у вас? Нет, нет, никогда. А в Москве? Ни там, ни тут. Нет, нет, этого тогда не было. Это уж потом президентская врея появилась. А потом меня же, так сказать, практически не знали в лицо. Поэтому особо не обращали внимания. Скажем, я собрался на завод Хрунищева. Крупное, так сказать, оборонное предприятие. Я решил сначала, ну, что я там встречаться с людьми буду, с рабочими. Сначала, так сказать, посмотреть и почувствовать, как они добираются до завода. В основном там большая часть жила в Строгино. Тогда я добрался до Строгино. Ну, сел там в семь, нет, в шесть утра на автобус. В шесть утра. Конечно, битком автобус. Потолкали, потёрли, как следует. Поматерились. На чём свет стоит, так сказать, и московское начальство, и высокое, высшее. Ругали. Сверепо довольно. Ну, это хорошо, это на пользу. Для очистки души. Потом пересадка на метро. Потом, значит, метро. И вот в семь пятнадцать я на заводе. Ровно начало рабочих семен. Конечно, люди приезжали истёрганные, нервные. Часа два никакой работы не клеилось. Ну, понятно. Тогда стали думать, как же всё-таки раздружить. Ну, понятно, так сказать. Увеличили там число автобусов после этого. Расширили маршруты. Ввели дополнительные маршруты. Но главное, развели начало работы крупных предприятий. Семь, семь тридцать, восемь, восемь тридцать. А конторы, так сказать, девять, девять тридцать, десять. И вот так всю Москву специальным решением развели. И строго нас рассказали. Так действовать. Соответственно, к этому подвели и транспорт. Транспорт рассосался. И, конечно, чуть-чуть облегчение было. А вот когда вы ехали на завод Хруничева, например, вы предупреждали начальство, что приедете? Нет. А как вот вы просто открывали дверь, там же проходные, там пропускали? Ну, конечно, проходной сразу. Тем более, я приехал на автобусе опять. После метро опять автобус. На автобусе. Прямо к проходной. Ну, я достаю удостоверение. А что дальше происходило? Что происходило с начальниками? Так же, наверное, вы не раз делали, когда они вдруг видели первого секретаря у себя на пороге завода. Ну, я сразу пошел в столовую. Кто-то завтракает. Столовый, конечно, бардак. Полный. Я попросил чаю. И сижу. На столике сидят рабочие. Женщина, мужчина, несколько человек. Сидим, разговариваем. О делах, проблемах. О заводском начальце. Что, как. Рассказывают. Довольно откровенно. Ну, а потом уже минут через сорок прибежали все начальники. И директор, и заместители, и прочее, прочее. Давай в столовой наводить порядок. В общем, я целый день пробыл там, на заводе. Вы... И тоже уехал в 2 часа ночи. Вы начали очень активно, ну, собственно, очень активно, практически уничтожили то, что в Москве называлось лимитой. О чем сейчас уже... Лимитчиков. Вы боролись с лимитчиками. О чем сейчас уже, может быть, даже молодые не знают, что даже такого слова. Почему вам казалось так важно заниматься именно этой проблемой? Это была колоссальная проблема. Это были просто рабы. Это набирались союзы неквалифицированных рабочих. Ставили на неквалифицированную работу. Распределяли по заводам и по стройкам. Жили, так сказать, в переполненных общежитиях. Ради сначала временной прописки, а через 2 года и постоянной прописки. Конечно, это и преступность. Ну, потом очень важно, что заводы, руководство заводов за счет этого держало план по выпуску продукции. А модернизации особенно не беспокоили, потому что можно было за счет рабочей силы покрыть все. Не думаю о производительности труда. О модернизации оборудования. О новой технологии. То есть, тут глубокий вопрос. И социальный, и технический. И уже за последние годы их набралось 800 тысяч человек. Это город. Небольшой город. Да. Из 9 миллионов населения Москвы 800 тысяч лимитчиков. Этим надо было заканчивать. Нельзя этого было больше терпеть. И в этой концепции, которую я предложил Политбюро, это там было обозначено. Отдельность такой. Прекратить прием в Москву лимитчиков. С этим было покончено. А вот в те времена говорили, что невозможно уничтожить лимитчика, потому что до них будет хватать рабочей силы. Конечно, многие директора возмущались. Многие руководители возмущались. А как мы будем выполнять план? У нас не хватает рабочей силы. Значит, думайте о новой технологии. Думайте о модернизации оборудования. Думайте, как повышать производительность труда. Думайте, думайте. Инженеры, специалисты, думайте. Думайте. Не будет лимитчиков. Сколько я по заводам ездил? Сколько по стройкам ездил? Все время говорил. И не надейтесь, не будет отдушиного. Не будет вам лимитчиков. И постепенно все-таки пришли в колею. Промышленность заработала. Нормально. Вы общались много с людьми, просто с москвичами. Как вам кажется, есть ли какие-то специфические черты именно москвичей? Какие-то черты характера московских людей существуют? Это вообще тема довольно серьезная. Так сложилось десятилетиями. Москва есть Москва. Столица. Зарубежные гости. Иностранцы. Надо какой-то держать. Внешний марафет. По крайней мере, в тех местах, где они ездят. Продукты питания. Колбаска была. А в других городах этого не было. Поэтому повально все, так сказать, области вокруг Москвы, все, особенно в субботу, воскресенье, Москва была забита ими. Огромные очереди. Особенно за колбасой. За некоторыми другими продуктами, которые иногда появлялись. Это раздражало. Раздражало и приезжающих, которые просто ненавидели москвичей. Раздражало и москвичей, потому что они из-за этих очередей не могли тоже пробиться и купить что-то. Создавался определенный антагонизм. Пока я работал в Свердловске, я, конечно, этого не чувствовал. Определенную отдаленность я чувствовал, так сказать, москвичей. Но я с ними близко не встречался, кроме руководителей. Поэтому это я не чувствовал. Но уже работая в Москве, я это почувствовал довольно остро. Этот антагонизм, он постоянно, так сказать, был и ощущался. Отношение периферии к Москве и москвичей к периферии. А люди, вот сами москвичи, вам нравились? Да, безусловно, нормальные. Они ничем не отличались от тех же Свердловщан. Не отличались? Я не замечал. Таких вот личных встречах я разницы не замечал. Не знаю. Некоторые руководители, которые были слишком спесивы, так сказать, и Москвой, значит, все время, так сказать, козыряли, что он работает в Москве. Ну, таких было не так много. А простой народ, простые люди, нет, они не отличались, в общем. Когда вы руководили Москвой, по-моему, впервые возникло слово «мафия». Говорили, что Ельцин борется с торговой мафией. Что такое торговая мафия была тогда, и как вы с ней боролись? Когда я стал бывать в предприятиях, стройках, магазинах, торговых базах и так далее, стал получать письма. Много-много писем. Насчет взяток, коррупции. Тем более, после одной встречи, большой встречи, запомнишься мне, с пропагандистами Москвы. А пропагандисты это, и специалисты, и руководители, и рабочие, в общем, партийные работники. Разная категория. Их было более двух тысяч в зале политпросвещения, дома политпросвещения. Я там выступил с небольшим накладом, а потом пять часов отвечал на вопросы. Сказал, что я отвечаю на любые вопросы. Самые жесткие. Любые. Пишите любые вопросы. И, конечно, мне стали очень много подбрасывать вопросов отношений взяток и коррупции. Я уже там кое-где сказал, что будет борьба с коррупцией. Поэтому в том числе были и такие записки, что уже был такой один, Хрущев, который хотел на нас ватники на всех надеть. Ну и что? Чем кончилось? Взяли его, да сняли. То и тебя ждет. Такие записки были. Потом я поехал в редакцию «Московской правды» газеты. Там всех собрал. И тоже был часа четыре разговор откровенный. Потому что газета так работать не может. Вы должны давать все. И доброе, что есть. Но и все негативы. Абсолютно невзирая на лица. Давайте все. Во-первых, пленум горкома идет. Давайте доклад, давайте выступление. Все. Какие это смелые статьи? Давайте. Давайте. Поставил редактора полтора. Вы его знаете. Довольно талантливый журналист. Да и человек смелый. Торонник мой. И он, конечно, сразу пропустил несколько статей. Вроде карета у подъезда. Потом про проституцию, наркоманию. Про взяточничество. Тоже эта линия пошла. Потом стали проверять некоторые, так сказать, организации, общепита, мясокомбината. Сильнейшее злоупотребление. Сильнейшее злоупотребление, вплоть до того, что на мясокомбинате мертвичину разрезали, продавали. И это выяснилось. Один раз я стоял в магазине в очередь. А перед этим узнал, что в этот магазин привезли телятину. Продают говядину. Большая очередь. Я выстоял. Говорю, мне телятину. Говорят, нет. Меня тогда еще не узнавали. Я говорю, нет, есть. Нет. Я так говорю, директора. Показываю удостоверение. Продавцу. Продавцу. Директора. За директором. Ведите на склад подсобки, где телятин. Пошел. Привел. Телятин лежит. А уже окно открыто. Стоит машина. Перегружить телятину. Уже развести ее по клиентам. Ну, он стал туда-сюда. Надо этому, надо этому, надо этому. Еще один пример. Потом один раз иду по улице. Догоняет меня одна женщина. Борис Николаевич. Я хочу вам рассказать очень важное что-то. Я говорю, хорошо. Завтра у вас только-то приходите в Горковом партии. Только я прошу, чтобы об этом никто не знал. Я говорю, хорошо, хорошо. Она пришла. Она работает в торговле. И начинает рассказывать, как все это дело организовано. Продавец обязан обсчитать покупателя. Обязан? Обязан. Определенную часть оставляет себе. Остальную часть, примерно две трети, отдает следующему старшему продавцу. Тот собирает, оставляет себе. Остальную часть оставляет директору. Директор собирает, оставляет себе. Отдает дальше. Своему начальству, в район. Кроме того. И так, говорит, все куплены. Абсолютно все. А эта цепочка заканчивалась сверху где? Вот район, а дальше куда это все шло? Потом уже, когда стали проверять, так сказать, это массово, оказалось, что вся система заражена. Все. Я-то хотел сегментами делать, так сказать. Одного снять, другого, третьего, четвертого. Оказалось, невозможно. Потом опять все сливается. И опять начинается все сначала. Все. Потом, значит, вот, лежит в магазине, приезжает, паек. Кому? Это милиции, район милиции. Это, значит, министерству. Это райисполком. Это райком партии. Это, значит, институту ком-то. Все. Все пайки расписаны. Деликатесов в продаже свободы никогда нет. Проверил, сколько деликатесов Москва получает. Оказалось, довольно много. А продажи нигде. Я-то бываю в магазинах, я-то вижу. Никогда этих деликатесов нет. Ну и когда стали уже капитально проверять, конечно, наткнулись на колоссальное злоупотребление взятки. Сразу было арестовано 800 человек. Я эту цифру хорошо помню. Вот в уголовные дела поснимали многих с работы. И хозяйственных, и советских работников. Да и кое-кого из партийных тоже самое. Кто в это дело влез. А тоже влезли многие. А вы сказали, что были угрозы в ваш адрес, что вас снимут с работы. Но когда вот началась так вот усиленная кампания борьбы с этой мафией, в ваш адрес были какие-то более серьезные угрозы? Ну, конечно. Ваши, вашей семье? Конечно, конечно. Угрозы были сильные и довольно такого конкретного плана. Но, в общем-то, у меня была охрана тогда. Не знаю, хотя я всегда общался в толпе, везде был, среди людей. Но никакого посягательства не было. Вот вы сказали, что вот так постепенно, постепенно вы поняли общую картину. А как происходит дальше борьба? Вы же не можете отдать приказ КГБ или кому-то еще? Вот как вот это конкретно все происходит? Ну, во-первых, сменить кадры. Ликвидировать все эти пайки. Категорически запретить. Специально образовывались рейды по всем районам. Из группы, так сказать, рабочих, честных людей, так сказать, руководителей. Которые, так сказать, обходили и места, где преступники собираются. Чердаки там, ночлежки различные, подвалы. А в том числе магазины обязательно. И эти рейды выявили колоссальные, так сказать, тысячи людей в этом теле преуспевающих, как говорят. В это же время началась по стране такая странная, мягко говоря, антиалкогольная кампания. Как вы, как руководитель Москвы, к ней относитесь? Вы же не могли никак на это не реагировать? Да, конечно. Потому что русский народ выпить любит. Так веками сложилось. Народ гостеприимный, хлебосольный. Тем более в компании. Конечно, это очень серьезная проблема. Но так как ее решил, эту проблему решить, Легачев с Горбачевом. Это, конечно, была чушь. Запретить. Позакрывать заводы, пивзаводы. Алкогольные заводы. Сократить продажу. Я сразу этому воспротивился. Тем более сразу поступила команда закрыть наш самый крупный пивзавод. Закрыть его. Новый мы собирались строить оборудование. Переплавку отдать. И так далее. Я стал против. Конечно, вопрос обсуждался почти на каждом политбюро. Почти на каждом. Я говорю, нет. Это путь запретительства. Он уже был в России. Был. И в царской России был. Несколько веков назад. И к чему он привел? К еще большему пьянству. А все доходы будут ходить налево. Будут творить брагу. Какой-то самогон. Бодку самодельную. И так далее. Сбывать налево. Пить меньше не будут. А пить будут больше. Да еще будут травиться. Вас кто-нибудь поддерживал в политбюро? Нет. А идея этой компании принадлежит Лигачеву? Я бы Лигачеву. А почему Горбачев так согласился с этой? Ну, это очевидно. Ну, вот он тоже решил, что это. Ну, партийный функционер вообще. Так до конца-то не продумал вопросы. Поэтому он и поддерживал. Когда я выступал в политбюро, а мне сразу, так сказать, Лигачев. А вот Украина на 46% снизила потребление алкогольных напитков. А там такая-то республика настолько-то, такая-то область настолько, а Москва нет. А Лигачев просто по глупости это сделал? Ну, конечно. Или он действительно считал, что таким образом можно? Вот он считал, что можно так. По глупости так и считал. То есть это не была чисто пропагандистская акция. Он действительно думал, что сейчас на районе. Он думал, что да, что эти победит, да. А в какой момент они поняли, что это не так? А когда уже стали давать информацию, документы, что? Резко возросло, так сказать, отравление. Смертельные случаи. Когда в казну не поступают деньги, бюджет. Лигачев или Горбачев когда-нибудь говорили, что была ошибка, мы поступили неправильно? Да нет, постепенно так вот. На тормозах спустили и все. А когда вы расходились после Политбюро, ну вот уже не на самих заседаниях, а в кулуарах, вас тоже никто не поддерживал? Ну, поддерживал Яковлев. Ну вот так, неофициально, а так, когда он на Политбюро старался не высказываться. Он просто не хотел ссориться с Лигачевым, с Горбачевым. А в общем-то он мне говорил, да, это компания бездарная. А Политбюро в основном, вот Лигачев, Горбачев, Яков, пьющие люди или не пьющие? Вот там, например, праздники как-то отмечаются? Или это вообще Политбюро не имеет отношения? Нет, мы... Мы вместе никогда не собирались. Никогда? Никогда. Даже вот 7 ноября там... Ну... На приемах только и все. А почему? Ну вы же вроде как компания... Ну так одна компания... Бросьте вы. Какая-то там... Единство Политбюро что ли? Не было ничего такого. На что вы ебало? То вы...